Всем привет! С вами канал BeLossTV. И сегодня мы с вами продолжаем прохождение игры под названием Visit the Police. И сразу объясняю, почему я сегодня так поздно. Во-первых, я сегодня был на даче. Во-вторых, сегодня я сделал 10-й уже выпуск по музыкальным сэмплам. На канале у меня можете посмотреть. Вот, а так мы продолжаем. И вначале проверю, все ли у меня со звуков бодика. Все, зашибись. Итак, сегодня я, наверное, попробую пройти уровни до 18-го. Потому что обычно уровни стали слишком затянутыми. Поэтому сегодня не до 18-го уровня, а до 18-го дня, хотел сказать. Ладно, давайте. Погнали. Мэр доказал свою непрерывчивость к непотизму. А что такое непотизм? Мэр Роджерс считает, что должность шефа полиции не должна быть выборной. Мэр Роджерс, если мой племянник хочет подгладить полицию, я его поддерживаю. Ну, зашибись. Почему бы нет? Почему бы, собственно, и нет. Плюс еще в той комнате нельзя мне снимать, потому что там очень жарко, если честно. Так, книжку почитайте после работы. Перекрестки. Иди. Так, слишком устал. Едва держусь на ногах. Так, можешь идти, да. У тебя я могу обратить домой. Так, сегодня у нас за главного будет стронг. Стронг, ты будешь за главного, за всех. Все остальные ей будут подчиняться, все. Без всяких вопросов и без всяких этого. Так, каталог. Подожди, сегодня какое число? Сегодня, по-моему, не 31-ое, да, ведь? Если сегодня 31-ое, значит, я не могу послушать, да? Блин. Ну ладно. Тогда давай послушаем что-нибудь из... Из... Вот и что? Опять Шопен. Нет, Боб Бат Митс Боб, он мне уже бесит. Да, вот. Свит Джиндер Грин. Джинджер Грин. Легкая такая вот. Легкий саксофон у нас сегодня будет. Так, ну че, погнали. Так, стукач. Вы заплатили стукачу за его услуги на неделе, хотя он нам ничего не сделал. Учитывая последние события, мы должны пойти на некоторые уступки в отношениях с феминистками. Сделайте так, чтобы как минимум половину вашего штата составляли женщины. В смысле, половину штата. Так, слот для детектива, прибавка, слот для офицера. Слот для офицера. Так, подожди, я могу сейчас, например, взять женщину, нет? Подожди, 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 дай мне взять женщинку хотя бы, хоть сколь-нибудь. Или биржа туда не позволит. Вот самое интересное, биржа туда она никогда не позволяет. В этом вся проблема. Хотя у меня, кстати, женщины есть, но по-туда. Таксист услышал крик и заметил несколько людей, которые приезжают по мосту возле порта. Он остановился узнать, не требуется ли никому у него помощь. Но приближусь, понял, что мужчина собирается сбросить на вреденую воду двух детей. Ясно. Сейчас, пошлем туда трех офицеров. Все будет зашибись. Кстати, звук сигнализации сейчас только что шел, как будто из левого динамика. Так. Зон с поникновением. Так, в доме кто-то есть, поспешите. Сейчас. Пошлем спокойно и на всякий случай возьмем. Ах, тебе пофигу, пускай без спецназа, че? Пускай без спецназа, они че хилитые что-ли такие? Кстати, ребят, я че-то слишком много задержался на... В смысле, подзадержал немного драйвер с Сан-Франциско, поэтому в ближайшее время буду в него играть. В ближайшее время. Не завтра, не послезавтра, а просто в ближайшее время, когда ХЗ. Два заплаканных мальчика в шоковом состоянии стоят прямо на краю моста. Рядом стоит недрезвый отец, который медленно подталкивает детей все ближе и ближе к обрыву. Так. Так. Расскажи про свою жену. Сильный порыв ветра едва не сбросил ребенка с моста, но он в последний момент удержался до крови, разодав колено. Так. Бросится к детям на помощь. Мужчина с запекающимся языком объявил, что больше не собирается откладывать неизбежное. Приказать отойти от края моста. У детей вся жизнь впереди, ты не можешь за них решать. О, сработало. Я хотел сначала так-то выстрелить в него, но я решил, мол, пожалею чувака. Секретарь Абигейл Джонс сообщила в полицию, что ее начальник вернулся после совещания сам не свой. Постоянно лазил в сыр, доставал оттуда огромный пакет. Ясно. Короче, он наркоман. Пошел оттуда одного офицера, потому что у нас был такой случай, когда один пиццер со спецназом и автозаком смог пройти в... В доме никого не казалось, кроме собаки. Так. Порча имущества. Это кто? Молодой пьяный бакер ворвался в церковь, сломался в скамье, а скверил священное распятие и сбежал. Хорошо. Перез. Кстати, что у нас по расследованию? Побег с места аварии. Вот мне интересно, что там. Может детальки соединим? А, нужна черная машина. А здесь все еще нет черной машины. В этом вся проблема. Проблема вся в том, что нет черной машины. Так. Во! Я сказал... Гражданский погиб. Блин. Ну ладно. Так, отвезти в полицейский участок. У меня пока денег достаточно. Блин. Не повезло. Ну, да ладно. Член нашей семьи обедает в ресторане своей тайной любовницы, поскольку вечера встреча секретной охраны было немного, и один из подручных в арке сумел поскочить в зал с гранатой. Этим лучше заняться полицией. Неофициально, конечно, но все же. Пусть. Пусть идут. Хотя результаты... Результатов особо... Особых результатов это не приносит, потому что они обычно туда уезжают, потом приезжают и никаких отчетов мне не дают почему-то. Расследование началось. Хорошо. Пока фотографий нету, пока что все оставим детективом. Так, сколько времени уже? Дальше. Ладно. Начал. В 50 минут. В 16.50 начал. Во, видите? Видите, они просто приезжают, делают свое дело и уезжают зачем-то. Хотя обычно так-то должно быть так, что, мол, они должны приехать, отчитаться, уехать. А то получается, как один раз. В прошлый раз два полицейских уехало на день рождения с песнопениями, и в итоге они не отчитались нифига. Мужчина в костюме вошел в офис банка, запер двери и убил несколько человек. Он ни слова не сказал, просто начал палить людей. Ясно. Значит, здесь нам нужен дать пока без спецназа. Пусть он попробует. Так нет, если там человек один и четыре на одного, зачем сюда посылать еще спецназ? Я, конечно, понимаю, что против целой армии он устоять не сможет, но, блин. А что, сам один что-ли не сможет его справить? Ну, в смысле, четверо не могут справиться с одним. Ну, ладно, 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 пошлю. Одного. Больше двух не буду брать, потому что это... Они еще нам понадобятся. Вот здесь вот, например. Вот, то, о чем я говорил. Девушка по имени Анна держит небольшую бухгалтерскую контору и помогает нам с решением некоторых специфических вопросов. Сегодня, возвращаясь с работы, Анна застала свой дом в огне. Эти мудаки, что устроили пожар до сих пор, стоят там и любуются пламенем. Было бы здорово, если кто-нибудь бросил в огонь и их проломленные черепа. И самое интересное, вот эти вот задания сэндов, которые нам дают, они вообще ни на что не влияют, самое интересное. Мы просто едем на эти задания, выполняем их, и никто не погибает, никто не пострадал. Вот, о чем я говорил. Пятеро на одного. Ну, зачем, да нет, зачем впутывать спецназ, если там один чувак, а их пятеро? Зачем еще спецназ впутывать? Легче тогда одного офицера и целый спецназ. Правда, в данном случае спецназ работает только один раз в день. Ну, серьезно, зачем? А это, кстати, что? За дом, наверное, на острове. Так, три новых кадра, пока не нужно. Побег с места аварии. Вот, конец-то. Так, значит, что он? Выехал из этого? Подожди, вот и вот. Поменяй. Вот так. В смысле, а как? Не, подожди, он... Подожди. Темный автомобиль выскочил из-за угла. Вот. Ну, он шел, шел, шел. Он выскочил из-за угла. Ну, а в смысле? Вот так, что ли? Нет. Может так? Нет. Не за чем? Выскочил из-за угла, с сильным грохотом заехав на бордюр. На бордюр, затем вернулся на дорогу и, избавляясь скорости, сбил жертву. Подожди. Может, наоборот, так поменять? Вот так и вот так. Нет? Подожди. Не сбивая скорости. Так, подожди. Незадолго до аварии выгнал из бара. А, вот. Заехал на бордюр и затем вернулся на дорогу. Ну, сбил. А где дорога? Не понял. Подожди. Несколько дней рассмотрел двух человек, ну. Была борода. Че? Была борода. Рядом с водителем была борода. Ну, борода, борода, ну. А в чем прикол? Может, надо фоткать, которая вот здесь вот будет не красная машина, а черная? Если так, то давайте подождем с черной машиной. Будем ждать. К расследованию с бакером я пока что не присоединюсь, потому что это там кадров мало. Нам надо еще. Нам нужно еще кадров. Мало. Очень мало. Зажигаем. Все. Отлично. О, заметьте, варги не отстают. Но Сэнда лидирует, поскольку я решил встать на их сторону в предыдущей серии. Поскольку я посчитал, что Сэнда, они более опытные, чем варги. Бизнесмены собираться покинуть город. Жители города не поддерживают снос кукурузного монумента. 86% от Фрибурга может появиться киностудия. А это было бы неплохо, потому что кино любят все, в том числе и я. Не все, конечно, но все же. Так, а что за буква? Я все не понимаю. И почему здесь нельзя оставить эти лычки? Так, давай я сегодня какое число опять забыл уже. Я имею ввиду игровое число. Ладно, давай Белобонг. Белобонг? Белобонг. Белобонг. Бонг. Бонг. Да, все. Так, мэрия, результаты запроса. Рисло для офицера, хорошо. Подожди. Стой, 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 стой. Так, давай, выбери. Тут все какие-то старые и не очень. Давай вот, Сьюзи возьмем. Смена А, Б. Наверное, смена Б, во-первых. Но она, естественно, дадается только в другой день. Так, отдать 50% вашим подчиненным. Потому что подчиненные тоже хотят зарплаты, знаете ли. Так, и снова задание, которое не имеет, скажем так, оно... А, подожди, а ведь эти задания не могут влиять на то, кто поднимется выше, Сэнды или эти, Варги. Охранники должны были забрать детей со школы нашего юриста, но оказалось, что за минуту до нас перехватили люди, похожие на банков Варги. Мы не знаем, как Варга нашел этих детей, но участие под фальшивой фамилией, но действовать в любой случай нужно быстро. Далеко они не могли уйти. Так, вот Робинс вместе с Коти и детям садите. Защитите, так сказать, детей и юбками. Аристов. Несерьезно, вот в этой комнате, где я сейчас нахожусь, с вот этой вот картиной, здесь намного, блин, прохладнее, чем там. Там, блин, около открытого окна вообще сидит невозможно. Две ученицы старшего класса устроили грампу прямо на игроке химии. Вызвавшая полицию сначала попыталась успокоить их, а затем повезла разнимать и получила в класс. Так, вот, вперед. Это прекрас для вас. Надо было так, надо было так, надо было так, надо было так, надо было так. Вот, смотрите, Остин и я... Подожди, что это? Еще одно расследование. Ночью из музея исчезла неизвестная картина голландского мастера Деврума. Недавно выставлена для обозрения разбитого... Разбитого окна музея, внутри на полу валяется кирпич. Вперед. Так, подожди, а как я могу, например, бандитов? Подожди. Подожди, бандиты, бандиты. Раз... Подожди, а вот это что такое? Дела с Сент-Дом. А, дела это отстойно. Полицейский участок. Неинтересно. Мэрия. Неинтересно. Окей. Так, подожди, а вот расследование, подожди, а там что? Банды. Нет. Нет активных расследователей по бандам. Нет активных расследований. Это было бы побольше. Так, больница Сент-Джонсон. Мисс Думбар сообщила, что медсестра пыталась продать ей наркотики прямо в больнице. Я пришел на прием к врачу после перелома. Медсестра услышала, что я жалуюсь на боль. Дождалась, пока доктор выйдет. Из реанимации нахваливать свой товар. Лучше Микодина. Все понял. Я вас понял. Драка, отчет. Все-таки не подрались. И приснули в глаз химички. Так, расследование началось. Хорошо. Хорошо. Будем ждать кадры с черной маршрутой. Потому что мне нужен еще один кадр. Так, продажа наркотиков. Легкий был подарок. Мафия. Нам нужны еще вопросы. Мистер Бот, я состоятельный человек, которому не безразлична судьба города. Я хочу пожертвовать полицейскому департаменту сумму, достаточную для того, чтобы нанять трех дополнительных офицеров. Но при одном условии. Одно из этих мест займет мой приемный сын. Разумеется, вы не можете уводить его непрепреставительства. Полка. Почему нет? Пускай. Перси. Ребят, этот Перси, он похож на этого. Сейчас скажу. На... Как его зовут? Николаева. Реально Игорь Николаев какой-то у нас. Так, давайте старуху возьмем. Пофигу. Нанять на смену А. Дальше. Дебора, давай тоже на смену А и вали. И все. Так. Так, Персик, это твое первое дело. Кто-то приставил на улице к сводной сестре члена нашей семьи. Ее водитель позвонил нам из таксофона, но он сам слабак и сделать ничего не может. По описанию, нападавший очень похоже на людей в арге. Задержите этих до прибытия наших парней. Не бейте их слишком сильно. Просто сделайте так, чтобы они не сумели скрыться. Мы подготовили сюрприз для них. Персик, вперед. Не, реально, Персик похож на Николаева, серьезно. Который... Выпьем за любовь. Ну, помните. Серьезно, что это за островок с этим домиком он там стоит? Что, варги что ли? Прикиньте, с этого. Викусы, всякие. Викусы, фикусы. Позвонил парковщик, который только что видел, как девушки, подходящей из дорогой машины, подбежал парень в капюшоне, угрожая электрошокером, отнял у нее сумочку с драгоценностями. Хорошо. Мелкая кража. Мелкая кража. Чем спит, пломит. Так, стоямо. Ограбление. Все, отлично. Так, тут что у нас? Пожилому зэку надоела еда в тюремной столовой. Он прорабрался на кухню с заточкой. Побеседовать с поваром. В полицию позвонил охране, который боится заходить на кухню, чтобы не спровоцировать... зэка. Ладно. Персик вперед. Почему бы и нет? Он, правда, уже устал. Что, самое интересное, он уже без сил ходит. Если что, за его смерть я не отвечаю, он сам виноват. Я могу отвечать только, если я его уволю. А увольнять я его не буду, потому что у меня тогда... У меня тогда все самое от мэра попадет. На полу кухни, разбитые тарелки и перевернутые кастрюли смутной жижи. Пожилой зэк сидит на дабуретке, макает повара лицом в кастрюле. Приговаривай, сам ешь это дерьмо. Отпусти по повара. Отлично. Даже гражданский невредимый. И офицеры. Так, и что, все что ли? Что тут... Что тут персик, он живучий. Вот, серьезно. Самый живучий это персик. Игорь Персик Николаев. Игорь Персик Николаев. Побег с места аварии. Во. Новых кадров не найдено. Так, проблема в том, что я не понял. Вот мне нужна точно такая же фотография, но не красная, а черная. В этом вся проблема. Значит, получается, я где-то перепутал фотки. Чемный автомобиль выскочил из-за угла. Ну. То есть, он что, он его сразу сбил, что ли? Вы хотите сказать, что он его сразу сбил? То есть, вот так, что ли, это было? Нет. Не хватает фоток, понимаете? Не хватает. Нет, не хватает черной фотки, потому что здесь написано. С грохотом заехав на бордюр. А здесь нет такой фотки, в котором он заехал бы на бордюр. Кажа. Кажа еще пока что мало фоток. Еще надо. Понимаете, в чем прикол? Нужна фотка, в котором он заехал на бордюр. Тогда, получается, они ошиблись в цвете машины. На самом деле она была не черная, на самом деле была красная. Потому что там единственная фотка, в которой он действительно заехал на бордюр. Адиота красная. Только она, и все. По-другому никак. По-другому никак. Так. Ух ты. Опернитеатр. Приказать работать завтра? Нет. Пусть отдыхает. Не-не-не. Пусть отдыхает. Потому что уже все. Выбился из сил. Доходы горожан упали на 9% с прошлого года. Бывший сотрудник мэрии назвал официальные цифры по безработице далекими от реальности. Безработица в городе достигла исторического минимума. Такие вот, ребятушки, это дела нынче. Так. Вот уже отдохнуть, шестовал. Отлично. Так. Ага. Вот пришел мой каталог. Так. Давайте. Новую музычку мне, пожалуйста. Так. Давай вот знаешь какую? Вот этот. Лэн Бернат. Давай. Вперед. Лэйхо ур тоже вперед. И давайте лэйхоу послушаем. Кошку изометрическую. Потом подтягиваются. Ну вот так хорошо. Люблю окошек. Оха. Плens мэти. Хмите женщин. Я нанял. Джек продолжай нас радовать. Мы заботимся о том, чтобы твои последние дни, где по ганде были предельно комфортны. Все замечательно. Так, стоять, пригород. Пожила Эмма Уотсон. Эмма Уотсон? Серьезно? Позвонила с жалобой на свои соседи из их дома. Наносятся громкие звуки, напоминающие скрэйджет металл, рев турбины, какие-то гудки. Ребят, Эмма, Эмма Уотсон. По-моему, это актриса или какой-то. Есть. Я знаю Эмма Томпсон. Эмма Уотсон. По-моему, Эмма Уотсон. Может, актриса, может. Так, психушка. Это психушка, оказывается. Больные восстали против санитара во время завтрака. Троих ранили и запретились вместе с одним в столовой. Обещают умевать по одному санитару каждый час, если их не выпустят на свободу. Ясно. Сейчас тогда пошлем вам спецназ и автозак. То есть, в обезьяне будут обязательно. Потому что там, может быть, кроме вот этих вот трех, могут быть еще, там, малочка, таких же. Да, вопрошение порядка. Нито не пострадал, все живет. Стовал. Самое интересное, Стовал хоть и старый, но, блин. Крепкий мужик. Заметьте, машина едет прямо по воде. Нормально. Окей, допустим. Вокруг здания столбились репортеры и зеваки. Преступники наблюдать за происходящим из окна третьего этажа. Штумовать здание через парный вход. В итоге, никто не пострадал. И все арестованы уже. Правда, к сожалению, спецназ уходит отдыхать. Ну и ладно. Пусть уходит. Кстати, я могу перемещать вот между... Вот смотрите, вот так. Да, я могу, прикинь. То есть, давайте вот, чтобы я была вообще красивая картина масла. Пускай будет вот так. А в смысле? Не, это ладно, ладно. Хорошо, подожди. Я вот сейчас хочу сделать вот... Блин, нельзя. Ну ладно. Хорошо. Кстати, самое интересное, когда нажимаешь на вот таких вот чуваков, то там и короткое досье есть. Позвонилась пуганная женщина и сообщила, что по улице бегут двое парни. Отделят фрицарские доспехи и кричат, бойтесь наших жалоб. А можно еще проще? Деус вульд! Деус вульд. Где у меня? Политические взгляды неизвестны. Провальных заданий 0. Успешных заданий 12. Кого-то с 15 июля 17 дней. Политические взгляды стучат с... Что значит стучит? А что значит стучит? Самое интересное, ни у кого нет политических взглядов. Ни у кого. То есть, никто из них не либерал, никто из них не демократия, никто вообще. Что очень странно. Ну да ладно. Так, о, Сэнду. К мистеру Сэнду приехал старый друг сегодня и собрались устроить прогулку на лошадях. Молодец загородного клуба только что позвонил нам и заикаясь, рассказал, что какие-то парки должны избивать лошадей, приготовленных для мистера Сэнда. А, сейчас отправлюсь, спокойно. Так. Деус вульдов мы арестовали, никто не пострадал. Все отлично. Проктор, самое интересное, у нее целых два этих, целые две лычки у нее. То есть, получается, она со стажем офицера. С небольшим, но все же. То есть, она понимает, что к чему. Скажем так. Так, я запрошла. Не очень хорошо. Так, Гетто. О, Гетто. Клим Юрьев сообщает, что в соседнюю квартиру постоянно ходят подозреваемые люди с огонными сумками, шумят, кричат и не дают его трех сыновьям. Спокойно делать уроки. Разбейтесь уже с этими бандитами. Не вопрос. Нака, Нака, Нака и Нака. Только, только афроамериканцев туда отправляем. Ну, африканцев или же негров. Only, only negros отправляем на задание. Только самых черных отправляем. Только самых черных. Так. Подожди. Целая толпа людей в армии напала на грузовик, принадлежавший одной из наших ферм. Эта машина перевозит кое-что важное. Мишмистер Сэнд и два его заместителя знают, что именно это за груз. Водитель успел позвонить нам, но связь прервалась. Вероятно, он уже мед. Нужно остановить засранцы, пока они не вскрыли кузов данного грузовика. Так. Какой-то еще. Жабан шум. Приступник пойман, никто не пострадал. Автоматическое оружие. Прикинь. То есть у нас раньше было еще, вдобавок ко всему, как бы вам сказать, у нас еще раньше было не то чтобы автоматическое оружие, а там были револьверы, пистолеты, а сейчас вот пистолеты, патроны и всякое прочее. В смысле новых кадров не найдено? Почему? Где кадр со сильным грохотом, заехав на бордюр? Где он? В том-то и проблема, что нету. Его нету. Тогда получается, это красная была машина, это была не черная. Вы ошиблись, чуваки. Это была, когда была красная машина, это была не черная. Вы неправильно. Вы меня запутать хотели. Это была не красная машина. Но написано почему-то темный автомобиль. А какой темный? Может темно-красный? Блин, так мне нужна, мне нужна, мне нужна как раз вот картинка, в которой он заезжает на бордюр. Но проблема в том, что это картинки нет. Нету. 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 Видите? Видите, я не понимаю, где картинка, на которой есть бордюр. Нету его. Нету. Здесь появляется пешеход, а здесь, а здесь он, это, разбивается. Может надо, ну, может надо так поменять? Ну, вот смотрите, вот угол, он выехал из-за угла, наехал сразу на, на этого чувака и разбил его. Ну, так тоже неправильно. А как правильно-то? Я не понимаю. Я не понимаю. Моя твоя не понимать, к сожалению. Я хожу на воскресную службу, вот уже 36 лет. На подобное безобразие в виде его впервые. Какой-то сумасшедший юноша выехал на мотоцикле прямо через двери Божьего храма. Так, вот о чем? Это он, типа, въехал через дверь Божьего храма? Начал бегать вокруг, крича, разное богохуйство. А еще он посмел поднять на руку Святого Отца Ньюзена. Куда катался, куда катится наш молодежь. В смысле, асфальт. На асфальте возле церкви остались следы трех мотоциклетных шин. То есть, вот, он, значит, въехал в ворота шлем. На месте преступления найден шлем черного цвета с белым пятном на затылке. Вот он, шлем. И куда? Ну, допустим, здесь. Я был на восповедании, когда все случилось. Ждал, пока отец Нью, Нью-Эс, закончит проповедь и сможет меня высушить. Я так много грешил на этой неделе. Сегодня с восповедания я услышал шум мотора, как у мотоцикла. Потом раздался грохот, мужской крик, выходи, Люцифер. Тебе не скрыться от меня. Через несколько секунд малой парень в косухе распахнул дверь моей кабинки и проорал. Я настигну тебя, где бы ты ни был, бросил мне бутылку. Сколько? Ладно, я понял. Так, короче. И... Ну, он въехал, значит, не, подожди. Он въехал, значит, сюда. А почему-то шлем. А почему-то шлем. Не хватает кадров еще. А вот тут что, мистер Нью-Эс. Все произошло так быстро, прям в одну из лавок, чуть не разу, ранив прихожанку. Затем он заглянул в восповедание, бросил внутрь бутылку, а он внутрь бросил бутылку. Потом побежал ко мне, крикнул, дьявол всегда сидит на крыше церкви, сильно толкнул меня. Я упал на пол. Этот сумасшедший Зара, моя рука твердая, выбью из тебя седла. Сатанаш вернул свой шлем на крест, над алтарем, он учался прочь. Подожди, тогда получается, вот, вот, и вот. Вот. Григорий Полсон, байкер. Все, отлично. Так, вы по главу байкеров, грови офицеров. Ноль, нет, нет. Отлично. Хоть какое-то расседование у нас пошло по маслу. Хотя бы одно. Хотя бы одно. Так, порча имущества, стой. Все, преступник Пангин, пойман. Выбомоюсь подозреваем отлично мы все ребята сейчас пройдем 18 день и закончим пока на этом то есть 1 августа бывший член мафии рассказал о коррупции в мэрии главный врач больницы сент-джона обвинен в плевете мэр отказался от услуг пресс-секретаря следующий серий у нас начнется с 2 августа день 19 до перси не пришел на работу сегодня поскольку он устал я слишком устал и два держусь на ногах и иди пусть дома сидит заниматься херней так ну чё у нас тут snack it лет бернард давай красивенько интересненько григорий бозрин оказался членом банды по названию колеса империи он может помочь вам уничтожить банду если вы сделаете его информатор так что у нас тут начать расследовать антон третий кольц семен городничек является чуть расследовать недоступен никто сам интересно бакера во главе с антон третий корма габили футбол с драгоценностями убили охранника что как быть а как быть если никто недоступен а сначала закончить некоторое сырание да я могу я могу например кого-нибудь убрать я могу я могу освободить кого-то все я могу освободить не только хотела все хорошо тогда час погоди 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 вот все и вперед ты у нас не опытная но привыкнешь два бомжа пробрались ночью в магазин выпечки съели все запасы и уснули внутри короче нужно убрать оттуда бомжей все это так угиб нас целых три лучки прикиньте капец ну-ка ваша доля на ваша доля за то что я за автоматическое оружие так гостиница трукала после инцидента с лошадью внутренно перевозили гостя мистера сэнда в воде и выставлять хаму снаружи но внезапно из номера пассажирский касса ванны течет вода мы уже ломан двери мы присутствием полиции не помешало началось драгоценности перевозили фургоне черного цвета на боку фургона логотип охранного агентства даймонд протекшн охранник был один воружен пистолетом байкеров было трое не воружен пистолетом пулеметами а потом телекоп и его сообщники ехали на байках кунькашной расцветки во время ограбления ла 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 хорошо спасибо так чё там у нас а эти бомжи еще и насильники самый интересный фигасе вот это нифига себе эй эй а чё осень у нас по пачкам больше поэтому еще одно расследование господи исполючить аптеки исчезли все безболивающие препараты после того как здание за несколько на несколько секунд пропало электричество надо кого-то освобождать от расследования так побег с места аварии так давайте вот эту особо динамском даса освободим все так так вот на кражу отправим тогда в амстерга все без полицейских пофигу ахтетом не за полицейских так ну чё как от лиц чё там у нас так офицер не вредим и все отлично пока что у нас без потерь пока что все более-менее живы что уже хорошо последование началось погоди ладно так четко у нас ты чё делаешь нажал сюда джек вам вся моя смена дружно заболела я не смогла пока найти подмену прошу выдели мне пару своих ребят они будут жать пончики это несложно я им все покажу и будут на кассе мое заведение едва сводит концы с концами так что я не смогу позволить себе даже один день простоя хорошо пусть идут чтобы он быстро не едут ну так это недалеко так что так что все окей мистер бойт стоять у плиты адский труд а увернуться от брызг кипящего масла не легче чем уклониться от пули хорошо что мистер марбом пообещал кормить нас пончиками на шару до конца года в итоге мы возвращаемся обратно ладно казино казино ребята помогающие нам с поставками оружия говорят что к ним в дом во время игры в покер варивались панки наши парни могут за себя постоять но ситуация кажется платовая они там направили друг на друга оружие ждут кто первый сломается пара полицейских смогли бы переменить ситуацию в нашу пользу хорошо пусть идут почему будет собственно и нет мне все таки можно так дополнять нет нельзя я понял во время сеанса боевика законопослушный макс 3 работник кинотеатра застал одного из зрителей без штанов вел он себя крайне неадекватно а на замечание сотрудника отреагировал угрозами перегрызть глотки перерезать глотки всему залу но это ему ненадолго перекрызать глотки да я думаю уже на месте это не просто возвращаться задание с оценок коти янце так ну чё все приехали так давайте зале кинотеатра немноголюдный фильм самом разгаре аккуратно полетит мужчине в итоге он бежал да нет пригород мужчина оказавшийся раскрывать свое имя сообщил что группа подростка по чередой раз написал на его гаража оскорбительную двухметровую рифму к его имени мужчина растержен грозится в следующий раз применить оружие интересно что у вас за имя которое является оскорблением бил который педофил это не оскорбление правда но не то чтобы оскорбление а не очень оскорбление если честно кража так кража подожди вот уже кадров побольше так чё тут у нас я делаю обход музея каждый час сигнализации здесь нет мэрия уже который год не может выделить нам на нее деньги а звона разбитого стекла я не услышал музей ты не маленький когда я очередной раз делал обход уже под утро окно было разбито холст вырезан из рамы так он значит вырезан из рамы и судов вокруг только кирпич на полу валялся так парковка всю ночь пустовала только под утро там появился велосипед с тубусом на плече парень медленно катался по парковке потом оставил велосипед и на пару минут ушел из зоны видимости затем он вернулся в кадр уселся на велосипед и уехал так значит что получается значит он скорее всего взял 100 подожди так я страдаю от бессонницы часто езжу велосипеде по городу глубокой ночью я взял с собой тубус тип тубус и другие принадлежности чтобы не возвращаться домой у меня у самого утра занятия в арт-школе у музея остановился отлить без нас я люблю по помечать угол этого здания воображаю что однажды и мои работы будут висеть здесь стекло разбито практически полностью сквозь окно могло могло пролезть взрослый мужчина и не порезаться большинство осуществует сколков стекла лежит снаружи музей на асфальте на асфальте так на асфальте то есть что получается так ясно одно вот здесь он холст вырезан так можно сделать знаете как вот нет подожди подожди донилу нелогично я не понял так вооруженное ограбление так вооруженное ограбление до кадров мало еще пока а что мало кадров еще кража 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 там сколько уже правило мало тоже нет пока что так вандализм отсчет что там нас все живы все здорово отлично так ну чё даже день заканчивать и все можно пока что с этой серии закругляться вот так завершаем день так сэндэ и варги точнее сэндэ у нас пока что впереди кстати это можно взять как предюшка почему нет ну а пока что на этом с вами ребята и закончим следующий у нас день какой 9 19 2 августа пока на этом закончим спасибо что меня стали ставьте лайки подписывайтесь комментируйте удачи с этого пока будет в описании